МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Троллейбус сбил пенсионерку сегодня утром. 67-летняя женщина шла по пешеходному переходу через Московскую улицу, и в этот момент водитель троллейбуса номер 7 на нее наехал. Пострадавшую сразу отвезли в больницу. По словам полицейских, обстоятельства ДТП устанавливаются, организована проверка. О состоянии пострадавшей информации пока нет. По факту гибели рабочих, выпавших из люльки автовышки на железную дорогу, Донской следком возбудил уголовное дело. Напомним, трагедия произошла на мосту проспекта Стачки. Водитель КамАЗа зацепил стоявшую на крайней правой полосе вышку. От удара двое работавших в люльке мужчин 26 и 28 лет вылетели на рельсы. Один из них погиб на месте, второй умер в больнице. Назначены судебные экспертизы, уточняются обстоятельства трагедии. Для первой бетонируется основание, вторая устанавливается. Для пятой обустраиваются буронабивные сваи. Установка трех опор нового путепровода продолжается на Малиновского. Как рассказали в городской администрации, работы идут по графику и также в срок будут завершены. Нужно установить 56 буронабивных свай, и 24 из них уже готовы. Продолжается вынос линий электропередач, перекладка ливневки, переустройство дорожного полотна и демонтаж строений на выкупленных участках. Ростовский горздрав возглавит Ольга Мельникова. Документы о ее скором назначении появились на официальном портале Думы и администрации города. Официально решения должны принять на ближайшем заседании Гордумы 24 февраля. Ольга Мельникова была назначена ИО главы управления здравоохранения сразу после увольнения Надежды Левицкой. Если Дума проголосует за, решение вступит в силу в тот же день. Стоимость строительства областной инфекционной больницы заметно выросла. Такие сообщения появились в СМИ, но в правительстве, а точнее в Минстрое информацию опровергают. Дело в том, что норма для проектирования и строительства таких объектов – три года, поясняет замминистра. Но в нынешних пандемийных условиях времени на формальности не было, поэтому решили начать строить вне последовательности стандартных процедур. Помогли новшества законодательства, позволяющие в одном контракте предусмотреть проектирование и строительство одновременно. В итоге спроектировали за три месяца вместо года. В июне начали строить, а заключение госэкспертизы получили в ноябре. И вот объяснение роста стоимости объекта. Сейчас она израсчетная и приводится к реальной в соответствии с заключением. Расчетная цена была определена в сумме 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Положительное заключение экспертизы мы получили в ноябре 2020 года. И сметная стоимость проектирования, а также стоимость строительномонтажных работ достоверно была определена органом государственной экспертизы и утверждена заказчиком в сумме 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Финансированием объект полностью обеспечен, закончит строительство новой. Инфекционки обещают в мае. Еще минус 5 и 315 положительных тестов коронавирусной статистики региона за последние сутки. В Ростове 121 инфицированный, 15 в Таганроге, 14 в Новочеркасске. Выздоровели 337 человек, 15 умерли. 7 женщин от 67 до 90 лет и 8 мужчин от 59 до 83. Привились за сутки 3,5 тысячи жителей региона. 13,5 тысяч уже прошли все два этапа вакцинации. В целом по стране заразившихся меньше 13 тысяч, умерли 480 человек, 17,5 тысяч вылечились.